Он говорит, ты же сильнее, умнее, ты же лучше, чем я, ну будь, пожалуйста, послабее, ну будь, пожалуйста, я тогда все для тебя сделаю, я тогда смогу для тебя все, ну будь, пожалуйста, послабее. Послабее означает давать право мужчине быть сильнее, умнее, разумнее, крепче, принимать решения, ну дать возможность мужчине напрягаться, а сама расслабься, потому что женщина, она, в чем ее красота женская? В расслабленность. И даже энергия лени в женщины естественно и гармонично течет, энергия лени ее украшает. Расслабленность такая, ленивость и торопливость, поэтому женщина не дружит со временем, ей некогда спешить, она не может, потому что она должна быть красивой, а красивая означает не напряженная, не суетливая. Это мужчина, он напряжен, бегает, прыгает, а женщина делает все спокойно, поэтому она всегда опаздывает. Это природа женщины опаздывает, в основном все женщины опаздывают, потому что они должны быть красивыми. Женщине очень тяжело напрягаться, допустим, рано вставать, даже для здоровья, даже для красоты все равно тяжело. Потому что расслабленное тело у женщины, ей тяжело рано вставать. Напрягаться тяжело, потому что женское рождение предназначено для отдыха от напряжения. Женщина рождается, в женском теле человек рождается для того, чтобы быть счастливым и все. Отдохнуть от всяких трудностей, проблем, потому что трудности и проблемы человек, для того, чтобы их иметь, рождается в мужском теле. Он должен выстоять, и поэтому Бог наделяет мужчину, чем больше у мужчины трудностей, тем он здоровее. Он крепче становится от напряжения. Мужчина всегда лечится, когда бегает, прыгает, занимается спортом, закаливается, лежит на твердом. Когда он терпит какие-то лишения в жизни, он всегда становится здоровее, сильнее, крепче и лучше. А женщина всегда становится счастливее, когда она вступает в гармонию. Например, если ей надо двигаться, то это танцы, чтобы она двигалась с музыкой, гармонично. Потому что женщина получает здоровье от энергии красоты и счастья, а мужчина от аскез. Когда мужчина аскез совершает, она становится здоровее, крепче. Женщина аскез совершает, она устает и становится несчастной. Поэтому женщине нужна творческая сила. Если женщина чувствует творческую энергию, она может и зарядку делать, и бегать, и прыгать, все то же самое, что мужчине. Но она должна это делать в энтузиазме, в радости. Ее кто-то должен на это вдохновить. Таким образом, мы очень разные, и поэтому мы должны очень глубоко изучать эту тему, пытаться друг другу помогать, заботиться друг о друге. Тогда энергия счастья будет течь в отношении. Для того, чтобы это все делать, нужна внутренняя жизнь, потому что люди в основном, они зависят друг от друга. Семейная жизнь находится в замкнутом пространстве. Если между нами нет счастья, значит его негде взять. И древняя культура говорит, что человек должен учиться счастье брать из отношений со святостью, с Богом, с чистотой. Нужно учиться молитве, учиться ходить в храм, учиться ходить туда, где есть чистое и светлое. Когда человек получает отношения с чистотой, со святостью, тогда он может возродить любовь в семье. А если он надеется и верит только на близкого человека и думает только о нем, тогда в этом случае получается замкнутый круг. Люди, замыкаясь друг на друге, разрушают свою судьбу. Нужно отвлечься от близкого человека в тот момент, когда наступают трудности. И пойти туда, где можно насытиться счастьем, энергией любви. Часто в современной психологии говорят, что этой энергией любви надо насыщаться от любовницы или любовника. Нет, это неправильный метод, это разрушает любовь в семье. Это то, что уничтожает семью. Надо насыщаться энергией счастья от Бога, потому что к Богу нет ревности, нет зависти. Никто не будет против того, чтобы близкий человек получал счастье от чего-то возвышенного, светлого, чистого в жизни. Я уже достаточно много сказал. Давайте теперь немножко пообмениваемся энергией. Давайте ваши вопросы по поводу того, что я сказал. Мы сейчас с вами будем шутить, общаться. Микрофончик в зале есть у нас? Нету? Есть, есть, представляете? Вы как все организовали, что вы даже не знаете все, что есть. Есть микрофон, да? Ну вот, ваш вопрос, да? Конечно, конечно. Вопрос такой, как мой муж может узнать за то, что он может от Бога? Получать от Бога силы, как он может узнать? Здорово, спасибо вам за этот вопрос. Смотрите, то есть всегда Бог предусмотрел обратную связь. То есть если муж, он не знает, как развиваться, то жена может, должна ему помочь. То есть женщина должна в молитве поменять мужчину. Она должна вдохновлять его на самосовершенствование. Но для этого она должна самосовершенствовать сама. И поэтому интересно знать, что когда мужчина в семье, ну не хочет развиваться, он тянет вниз. Когда энергию тянет вниз, мужчина в семье. А это всегда так бывает в начале. Женщина, Бог ей дает желание и истребление ходить на лекции, изучать, как правильно жить, молиться. И женщина должна постепенно своей любовью, она должна вдохновить близкого человека на изменения. Это происходит медленно в семье. Вот сейчас у вас в сердце трудность в отношениях с мужем. Вижу камешек такой в отношении. Потому что он неподъемный такой человек, ему его тяжело поменять. И это и так всегда бывает. Близкого человека очень тяжело поменять. Надо вкладывать силы, молиться Богу. И постепенно, постепенно вы пройдете через три этапа победы над своей судьбой. Первый этап. Вы уже почти достигли спокойствия. Все будет хорошо у нас. Это первый этап. У вас почти есть сердце. Вы просто из своего прошлого задаете мне вопрос. Сейчас уже у вас лучше. Первый этап – спокойствие. В сердце, когда спокойствие появляется, это значит, что в отношениях вы уже свою работу, ну как бы свою часть завершили. Но он также является вашей судьбой, ваш муж. Вы знаете об этом? Что он орицетворяет ваше прошлое. Вот как вы в прошлом жили, так он сейчас живет. Поэтому вам надо пройти вторую часть. Когда вы будете думать о чистом светлом, наполнять энергией любви и отношения, то вторая часть будет, появится возможность ему об этом говорить. Вот сейчас у вас такой возможности нет. Вам трудно ему сказать об этом, что надо работать над собой. У вас пока нет на это сил. Но эти силы появятся в процессе вашего труда. И когда они появятся, то вот эта ниточка между вами, которая сейчас тяжелая, напряженная, она наполнится энергией любви. И дальше третий этап, начнется меняться он сам. Итак, первый этап сердца спокойствия по отношению к этому вопросу. Это все зависит от количества энергии любви, которой вы наполняетесь от Бога. Всегда эта энергия любви идет в эти нити незримые. Первый этап. У вас есть проблема же, так? Когда вы думаете о Боге, молитесь, слушаете голос какого-то возвышенного человека, вместе с ним повторяете молитву, наполняетесь силой. В этот момент первое, что возникает у вас в сердце, спокойствие по поводу к чему-то. Потому что память ваша всегда сосет счастье из этого вопроса. Она всегда помнит об этом. И когда вы молитесь, то именно через память, вашу память, вы вспоминаете во время молитвы мужа, который не хочет молиться. Через эту память у вас в сердце приходит энергии достаточно, чтобы вам стало спокойно. Вы думаете точно. У меня все будет хорошо. С моим мужем он точно начнет работать над собой. И у нас в семье наладится вот эта вот цепочка. Что я даю энергию любви детям, муж мне. И он берет от Бога. И я в результате расслабляюсь. Могу вставать попозже. Не так сильно напрягаться в жизни. Но пока эта вот нить не налажена, тогда мать берет, женщина берет на себя ответственность. Когда ни жена, ни муж не хотят этим заниматься. Дети на себя берут эту ответственность. Представляете, они тоже могут развиваться. Вот у меня так в семье было. Я взял на себя вот эти силы. Я пытался поменять ситуацию. У меня первой среагировала мать. То есть она начала меняться. Потом среагировал отец. Он начал меняться. Потом среагировали родственники первого колена. То есть двоюродные там дяди, тети начали меняться. То есть родственные связи вот так работают. Один за другим. Кто с кем связан. Поэтому я вас поддерживаю. Берите силы от меня. Я вас поддерживаю. У вас все будет хорошо. Сейчас я оперся на свое счастье. Что вам это сказать? Называется благословение. Люди должны благословлять друг друга. Спасибо вам, что вы слушаете мои лекции. Сколько уже? Пять лет, да? Я почувствовал. Примерно пять лет. Спасибо вам. Давайте ваши вопросы. Я жду обратной связи. А то, может быть, вы и не поняли, что я сказал. Молодой человек. Да, микрофончик туда, пожалуйста. Принесите. Как вас зовут? Баркес. Баркес. Рад вас видеть. У нас такая ситуация сейчас с ней. Мы оба пытаемся по вашему лекции. Замечательно. У вас все получится, значит. Сейчас такая ситуация. Моя жена работает в новой работе, и ей там очень тяжело. Женщине всегда тяжело на работе, вы знаете? Я тоже. Есть четыре стадии. Есть четыре стадии отношения женщины к работе. Первая стадия. Мне там очень нравится. Вторая стадия. Я устаю. Третья стадия. Надоело. Четвертая стадия. Ухожу. Есть только одно исключение. Если женщина не привязана получать счастье с работой, и считать, что там должна зарабатывать деньги, а просто ходит туда, потому что она устает от домашних дел. Ей нужно где-то побыть, какое-то время что-то поделать. И там ей просто приятно. Там хорошая атмосфера. Там можно пораньше уйти с работы раз, попить кофе два, пообщаться с девочками три. И там хороший начальник не мучает четыре. Вот это четыре фактора, которые женщины дают возможность испытывать счастье от работы. Она там побыла на работе, ей там хорошая атмосфера. Она отдохнула от домашних дел, потому что женщина работает дома, а на работе отдыхает. А мужчина работает на работе, а дома отдыхает. Но если она начинает работать и на работе, и дома, тогда, естественно, что получать? Четыре стадии. Первая мне там нравится, вторая устаю, третья надоела, четвертая ухожу. На какой стадии сейчас она находится? На последней. Уже? Хорошо. А сколько она там работает? Олег Геннадьевич, проблема в том, что где понять, где мой долг и ее долг? Я могу как сказать для нее, что хорошо уйти с работы, и я муж, и я буду стараться. Она здесь, что у вас жена на лекции? То есть здесь нет сигнал, и она еще не дает. Жалко. Ну, не важно. Ну, вот проблема в том, что я думаю, где моя поддержка? Каждый день я буду с души, я все забираю, все эти негативные эмоции. Вы не забирайте их, вы радуетесь им. Радуетесь. Не надо их забирать, а то вы лопнете, как шарик воздушный. Выбывается. Вы не прави. Надо не забирать. Вот сейчас я вас научу. Вот, допустим, вы сейчас, допустим, мне жалуетесь. Жалуетесь, давай. А я вам покажу, как мужчина должен реагировать. Давайте, жалуй. Жалуйся. Так. Ничего забирать не надо, понимаете? Вот подтверждение. Ничего забирать не надо, понимаете? Мужчина должен к женщине относиться как к человеку, который имеет право на вулкан эмоций. И при этом не надо к этому относиться серьезно. Потому что она потом скажет, ты чего так серьезно к этому относишься сама? Носись попроще. Она сама же об этом скажет потом. Не, ничего не разлилось, все нормально. Спасибо. Дариус просто следит со всем, заботится. Спасибо ей большое. Вы понимаете, ваша проблема заключается в том, что когда она вам жалуется, вы принимаете это слишком всерьез. Наоборот, женщина хочет от вас спокойствия и такого легкого отношения ко всему, что происходит. Легкого отношения. Но при этом не отстраненного. То есть, вы смотрите на нее, вы говорите, да моя хорошая, да все будет хорошо. Нет. И причем от вас не требуется в этом вопросе принимать никаких решений. Еще попытайтесь понять. Потому что мужчина всегда настроен на действие. Он думает, что нужно какое-то действие. Женщине от мужчины не нужно никакого действия. Ей нужно только, чтобы вы ее поддержали. И все. Например, она приходит с работы и говорит, я устала, я больше не могу. То есть, что это значит? Что это значит, что сказать, моя хорошая, я так тебе рад, ты такая у меня прелестная. Ну-ка, посмотри на меня. Вот. И она начинает тянуть у вас силы. То есть, брать силы у вас. Вам надо расслабиться в этот момент. Ее гладить, радоваться ей. И не дай Бог вам сказать, уходи с работы. Потому что она скажет, слушай, это не твое дело. Уйду я с работы. Мне от этого тебе, и вас это запутывает. Вы думаете, ну я же уже, как сказал, все, я готов на наши деньги жить. На мою одну зарплату. Вот. И она говорит, отстань от меня. Я пойду на работу завтра. Так ведь? Похоже. Похоже. И вы думаете, что же мне делать? Оставьте ее в покое. Дайте ей возможность страдать. Она имеет на это право. Дайте возможность ходить на работу, мучиться там. Вот. И скажите ей, в любой момент можешь уйти, но также можешь продолжать работать. Я тебя всегда люблю и всегда с тобой. И она успокоится сразу. Вы разобрали ситуацию? Самое главное, вы должны понять, что женщина сама себя понять не может. Поэтому не пытайтесь как бы ее понять, потому что она так, как она сама себя понять не может, вы должны просто ее поддерживать. Давать ей возможность жить. Поддерживать радость. Радостью, да. Счастьем, радостью, да. Ты моя хорошая, я тебя так люблю. Вот. Можешь бросить работу, можешь не бросать. Делай все, что хочешь. Я так счастлив, что... А если она конкретно вас спросит, что мне делать, бросать или не бросать, тогда вам надо сказать, а что ты думаешь на эту тему? И надо сказать, думаю, бросать. Тогда ей надо сказать, надо бросать, моя хорошая, надо бросать. Она скажет, ну я больше никогда не найду такую работу. Надо сказать, тогда не надо бросать. И она вам скажет, ты у меня такой понимающий. Вы поняли, я вас распутал? Женщины, кто не согласен с такими ответами? Поднимите руку. Есть такие? Несогласные женщины, есть? А кто согласен? Поднимите руку. Смотрите, всем женщинам понравилось. Видите? Вот теперь слушайте меня внимательно, как Священное Писание, садитесь, как Священное Писание объясняет вообще семейную жизнь. Они объясняют, что женщина — это река жизни. Она течет. И она может, знаете, как реки текут? Она может туда течь, сюда течь. То есть река жизни вообще течет, куда хочет. Это, ну, как бы, через женщину течет река жизни в семье, понимаете? И поэтому ее настроение, оно движется то туда, то сюда. И у реки есть берега еще. Берега — это муж. Понимаете? Это муж. И муж, берега должны быть очень крепкими и высокими, потому что река может разгоняться и напрыгивать на них. Ну, то есть кто виноват-то в мужу во всем? Она напрыгивает на него. И когда берега выдерживает, она спокойно, радостно течет в другом направлении. Ей нравится, когда муж выдерживает. Женщина всегда проверяет мужа на стойкость. Она смотрит, ну, какой он крепкий или нет. Давай попробуем. Вот. Она проверяет его. Если он крепкий, она успокаивается. Ну, слава Богу, все нормально. Течет дальше, понимаете? Это все важно, чтобы он был крепким. И поэтому она всегда... Вот почему мужчина женится? Допустим, мужчина живет один, и может, у него все хорошо, много девушек, он такой счастливый. И зачем дурак взял и женился? Зачем мужчина женится? Для развития. Потому что, когда мужчина женится, он становится с каждым днем все крепче и крепче. Потому что, женщина на нем повисает все больше и больше с каждым днем. А потом не одна, она же размножается, из нее появляются другие люди, представляете? Вы взяли одну, хотя вы не в одну взяли. Женщина очень сильно и крепко связана со своими родственниками. Очень сильная. И он думает, да какая мне разница там до тещи, я беру только жену. Он думает, что она... Он только жену берет. Ничего подобного. Женщина очень крепко связана с родственниками, поэтому вместе с женой на нем повисает и теща. Причем, если жена в позитивном ключе повисает, то теща часто в негативном ключе. Что значит в позитивном ключе? В позитивном ключе это значит, что ты более-менее хороший. Позитивный ключ. А теща повисает в негативном ключе. Это значит, что ты более-менее плохой. И вам надо и это тоже принять. Слушай, теща, друг родной, помоги, по закону мы с тобой не враги, а по правде же сказать, мы родня, ты почти вторая мать для меня. Понимаете, то есть она негативно настроена, смотрит нам недоверчиво на вас, допустим, а вы доказываете свою проводу. Теща, люблю твои блины, теща, твои блины вкусны, их аромат и очень спелый вкус, твоих блинов съесть много, я берусь. Надо очень смело, надо успокаиваться. Траберка боем выдержана. Все нормально? Живем дальше? Жена придет, познакомите? Я ей тоже отвечу на вопрос. У нас же с вами близкие отношения. Микрофончик девушки, да. Вот, ага, там. А вот сзади вас очень сильно до вас тянуло, а потом я вам дам. Давайте ей сначала. То она обидится на меня. Давайте вы подойдете ко мне одна. Я не буду при всех о вашей линии рассказывать. Зачем это? Просто вас это волнует? Я вам обещаю ответ. Вы после лекции подходите ко мне, я отвечаю на этот вопрос. Хорошо? Конечно. Наша тема – это теща, жена, муж, дети. То есть, так. Побрежний микрофончик. Я не хочу спросить, у меня проблема с сыном или отцом. Очень мешает. Блево, сын и боле. Отец не хочет это признать. Чем он болен? Тяжелая болезнь? Ага. Это мир у меня. Ага. И у нас ад. Теперь мы не ад. По-настоящему. Сын не понимает отца, отец не понимает меня. Я хочу их... Спасибо вам большое, что вы это сказали. Вот теперь слушайте меня. Этот вопрос, он объединяет много других вопросов, которые означают. Нам не хватает в семье энергии счастья. И если в семье не хватает энергии счастья, семья разрушается всегда. Это у нас тема следующего дня. Но раз вы спросили, на этот вопрос задали, помочь ей сейчас или нет? Да. Вы готовы подождать? Вставайте. Вы слушали до этого мои лекции? Первый раз пришли? Первый раз. А вы готовы поверить мне сейчас? Да. Готовы слушать меня? Вот смотрите. Когда у человека в семье ад, не хватает энергии счастья, энергия счастья всегда берется от Бога. Я вам сейчас прямо конкретно покажу, как это делать. Я сейчас вам покажу, как это делать. Вы должны просто очень внимательно слушать, что я делаю, и делать то же самое. И если вы будете доверять мне, тогда вы впустите в мою силу, в свое сердце, и вам прямо сейчас станет легче. Готовы? Да. Потому что на ваш вопрос нет ответа. Ваш ответ такой на вашу судьбу. Вы должны через вот это действие, которое я сейчас буду делать сами, наполнить частью свою жизнь сначала, потом жизнь своего ребенка, а потом жизнь своего мужа. Такая последовательность. Потому что такая связь. У вас с мужем сейчас почти нет отношений. А с ребенком еще есть. Поэтому счастье потечет к нему сначала, потом к вашему мужу. Через вот эти отношения. А я сейчас с вами устанавливаю в сердце вот эту нить незримую для того, чтобы вам помочь. Но я буду опираться на голос того, кто молится. Таково правило. Вы молитесь, но у вас нет силы сейчас. У вас нет контакта с Богом. Если бы вы его имели, вы бы сейчас не спрашивали меня, не задавали вопрос. Вы были бы наполнены силой счастья и побеждали бы свою судьбу. Я сейчас буду устанавливать контакт с Богом через молящегося человека, брать от него силы, вместе с ним повторять, я желаю всем счастья. Сейчас буду такое правило. Потому что если я буду какую-то молитву повторять, может быть, это будет неэтично. Здесь разные веры, люди разных традиций. Буду повторять, я желаю всем счастья. Опираться на голос молящего. Я сейчас включу голос. И потом дальше буду посылать это вам в сердце. Вы должны тоже повторять, я желаю всем счастья. И думать не о себе сейчас, не о себе. А о других людях, которые сидят в зале. Понятно? Небольшое у нас такое отвлечение от темы, лекции. Мы сейчас помогаем человеку. Мы вдвоем только делаем, вы все смотрите. Я желаю всем счастья. Ближе микрофончик. Я желаю всем счастья. 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 Скажите, у вас сердце сейчас спокойнее стало? Ну, вижу микрофончик. Да. А теперь? Легкость, да? Легкость. Ну, может быть, чуть-чуть осталось, наверное. Чуть-чуть. Вы вспоминаете своего сына, как его зовут сейчас? На его сына. Вот вспоминать память о нем легче, вспоминать легче или нет? Не знаю, что. Ну, вы вспомните, что тут знать. Начните сейчас вспоминать. Не бойтесь вспоминать. Видите, вы даже боитесь о нем подумать. Вспоминайте. Вам легче вспоминать сейчас или нет его? Ну, дальше. Видите, даже туда уже пошло. Чуть-чуть вспоминать стало легче. Теперь у вас появляется чувство, небольшое чувство, что у вас все получится или нет? Я верю в вере. Верю это другое. Это ваша вера в Бога. А вот чувство вот сейчас появляется, что получится или нет? Как вот вы чувствуете? Может быть, я не знаю. Видите, то есть, наши лекции также, это практическая вещь. Они предназначены для того, чтобы поменять судьбу человека. Сейчас мы продвинулись на какие-то небольшие проценты в решении его вопроса. Теперь вопрос заключается в том, а почему она сама не продвинулась в решении своего вопроса? Почему она сама не сделала то же самое без меня? Есть два ответа. Первый ответ. Когда человек входит в состояние боли, процесс победы над судьбой должен запустить кто-то другой. Потому что боль человека лишает силы разума. Разум теряет силу от боли. И человек попадает в состояние беды, и он находится в беде в этом случае. И второй ответ. Она просто не знает, как это делать. Она не знает, что когда ты побеждаешь, хочешь победить судьбу, надо опираться на звук того, кто молится. И молиться вместе с ним. И в памяти, через память победа происходит. Вы, вспоминая о том, кто молится, думая о нем, постепенно побеждаете память о своем сыне. Когда память становится светлой о вашем сыне, он сам потом начнет меняться. Потому что вы памятью связаны друг с другом. Нитью незримой связаны друг с другом. Завтра вы мне скажете, как у вас получилось помолиться о Думе. Я не помолюсь завтра. Ну, значит, вы мне скажете утром, завтра, после вашей молитвы. Просто внутренне скажете сами. Отчитаетесь. Иначе вы не сядете и не будете отвратить. Так сутка на женской природе. Когда женщина звонит другой женщине. Ты завтра встаешь? Она говорит, да. Вот мне тоже позвони, я тоже буду вставать. Я завтра тебе позвоню, узнаю, встаешь ты или нет. И у женщины срабатывает совесть. Она сразу думает, я не могу не встать, я же обещала. И она встает рано утром. А сама встать не сможет. Она может вставать только ради подружки. Или это, если мужу надо для здоровья, ему вставать рано. Она тоже будет рано вставать. А для себя она не будет рано вставать. Завтра мне скажете. Вы мне отчитаетесь. Будете так вот слушать голос. Найдите молитву какую-то, будете ее слушать. И вместе с ней молиться. И не думайте о своем сыне в это время. А потом вспомните в конце. Энергия, силы сама туда пойдет. Без нашего ведома. Сейчас, чтобы вы поняли, что надо правильно относиться ко всему вот этому, что происходит всегда с оптимизмом, я закончу до перерыва песней. Хорошо? Потом еще один человек. После перерыва сейчас уже все немножко устали. Надо понять вот так именно относиться, что жизнь — это экзамен. Она заставляет нас трудиться сердцем. Жизнь означает вот то, что сейчас происходило. Мы должны учиться побеждать. В этом заключается жизнь. Легендарное аюрведическое средство. Чиван праж — это заметное омоложение, замедляет процессы старения. Чиван праж — это укрепление иммунитета, повышает сопротивляемость инфекциям и вирусам. Чиван праж — это антистресс, поддерживает организм при хронической усталости. Чиван праж — это восстановление после болезни, регулирует артериальное давление, нормализует эндокринную и нервную систему. Чиван праж — это улучшение памяти, активизирует работу мозга, повышает обучаемость и концентрацию внимания. Чиван праж — это средство противожирения, способствует коррекции веса, нормализует обменные процессы организма. Чиван праж представляет собой великолепно сбалансированную формулу, сочетающую более 40 натуральных природных компонентов, обладающих целебными свойствами. Знаменитый чиван праж в Красной банке от компании Дабур является самым популярным аюрведическим джемом не только в России, но и во всем мире. Полезен и взрослым, и детям, и особенно пожилым людям. Подробности по ссылке в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова